Докажем теорему о количестве решений уравнения x квадрат плюс y квадрат плюс z квадрат плюс t квадрат, но n в целых числах. 8 умножить на сумму делителей, если n нечетное число, и 24 умножить на сумму делителей, если число n четное. Нам потребуется такой факт. Количество представлений числа, дающего остаток 4 при делении на 8 в виде суммы квадратов нечетных натуральных чисел, это просто-напросто сумма, взятая по всем нечетным делителям. Вот когда слагаемые натуральные и при этом нечетные, то без всякого такого множителя просто сумма, взятая по всем нечетным делителям. Чтобы это доказать, мы используем вот эту вот функцию хи, которая от четного числа равна нулю, от числа, дающего остаток 1 при делении на 4 в единица, и от числа, дающего остаток 3 при делении на 4 в минус единица. Мы уже знаем вот эту замечательную теорему, что количество представлений в виде, где x больше нуля и y больше или равно нуля, это есть сумма хи от d, взятая по всем делителям. Давайте применим это замечательное равенство. Смотрите, число n обозначено как 2m, тогда m дает остаток 2 при делении на 4. n это 2m, m должно даваться остаток 2, для того, чтобы n давало остаток 4 при делении на 8. И обозначим сумму первых двух квадратов 2a, это у нас x, y, z, t, нечетное, поэтому действительно 2a, сумму других двух квадратов 2b. Тогда 2a плюс 2b это n, значит, a плюс b это n. И количество представлений числа 2а в виде суммы квадратов вот такое. Заметьте, пожалуйста, числа x, y не могут равняться нулю, потому что число 2а не является квадратом. Числа а и b должны быть у нас нечетные, потому что если x, y, z, t были нечетные числа, то x квадрат плюс y квадрат сравнимо с двумя, по-моему, 4, и, значит, обязательно а нечетные числа, и точно также а и b нечетные, значит, мы фактически должны перемножить количество решений вот этого уравнения в положительных числах x и y, вот оно такое, на количество решений такого, вот оно у нас зависит от того. И получается сумма, взятая по нечетным числам а и b в сумме, дающим число m, а и b на правильные числа, произведения хиаде на хиадель, то есть хиадель, 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 где д, произвольный делитель числа а, а l это делитель числа b. Давайте эту сумму разобьем на 2. Отдельно, когда d равно l, и отдельно, когда d не равно l. И смотреть, что будет. Ну, во-первых, там, где d не равно l, можно поменять местами вот эти слагаемые, d и плюс l, и таким образом часть, соответствующая слагаемому, когда d больше l, ровно такой же даст 2, когда d меньше l. Поэтому можно написать здесь 2 умножить на сумму, и здесь уже d больше, чем l. Здесь хиадель д д, это у нас единица, потому что число d нечетное. И фактически мы, смотрите, что получаем. a и b делятся на число d, то есть нас интересует количество решений в нечетных числах. Уравнение такого, а разделить на d, а штрих плюс b штрих равняется m разделить на d. a штрих это а разделить на d, b штрих это b разделить на d. Понятно, что решение будет в точности m разделить на 2d, потому что у четного числа количество представлений в виде суммы двух нечетных натуральных слагаемых это ровно половина. А теперь смотрите, m разделить на 2d, где на d пробегает все нечетные делители, это же в точности сумма нечетных делителей. Потому что у нас m было двойка по модулю 4, значит, когда вы умножаете любой нечетный делитель на 2 и делите m на это, то получается в точности нечетный делитель. Значит, вот эта вот сумма, это как раз и есть сумма, взятая по всем нечетным делителям. Отлично. 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 Сумма взятая по всем нечетным делителям числа m. А это что такое? Доказывается, что это 0. Потому что мы докажем, что эта сумма равна минус самой себе. Для этого придумаем взаимнооднозначное отображение, которое четверки чисел D, L, X, Y переводит, удовлетворяющие тем же самым условиям четверки, меняя при этом знак у этого числа. Значит, получится таким образом, что вот эта сумма равна сама себе со знаку минус, и значит, она равна нулю. Это достаточно длинное будет техничное показательство, но важно понять идею. Эти суммы – это совсем просто. Как только вы поймете про эти суммы, и как только мы докажем, что здесь на самом деле 0, мы получим вот эту ремонту про количество представлений. Ну, а уже потом из нее будем получать, собственно, теоремум якобы. Для доказательства того, что сумма равна нулю, для доказательства, что это 0, мы рассмотрим такое отображение, которое четверку чисел D, L, X, Y, помните, да? D, L, X, Y, и мы называем 0, это нечетное число, причем D у нас должно быть больше, чем L. Так вот, эту четверку чисел отобразить вот в такое. K – некоторое неотрицательное число. Так вот, оказывается, что существует и единственное неотрицательное K, для которого эта четверка удовлетворяет тем же самым условиям. Ну, на самом деле, это не так трудно проверить. Смотрите, во-первых, по поводу четкости. Здесь у нас все время стоят два соседних числа. Одно из них четное, поэтому при умножении любой другой не влияет на четные суммы, а другое нечетное. Ну, замечательно, все эти четыре числа нечетные. Первые два – ну, все хорошо. Натуральные числа, потому что у нас K неотрицательное. Здесь хуже. Мы должны проследить, чтобы эти числа у нас были бы неотрицательными. Да, еще, почему D больше A? Смотрите, новое D – это K плюс 1Y плюс K плюс 2X. А новое L – это KY плюс K плюс 1. Ну, видно, что вот это число больше. Все замечательно. Так вот, надо, чтобы эти числа были натуральны. Пишем неравенство. K плюс 1D должно быть больше, чем K плюс 2Y. Ну, переносим с K налево, все остальное значит, да? Получается вот такое неравенство. И здесь пишем, что K плюс 1L больше должно быть, чем KD. Так. Ну, делим на D минус L в обоих случаях. И получаем, что K должно быть заключено между такими числами. Но заметьте, пожалуйста, D больше, чем L. Поэтому вот это вот число неотрицательное, даже положительное. L больше 0, нечетное число. В знаменателе четное число. Поэтому это число нецелое. А вот это на единицу меньше. Обратите внимание, если из L делить на D минус L вычистить единицу, то как раз получите 2L минус D делить на D минус L. А в таком случае действительно единственное неотрицательное целое число попадает в такое ипо. Доказано. Правда, из этой формулы абсолютно непонятно, почему будет для новых чисел выполняться вот такое вот равенство. И, кроме того, непонятно, почему это инволюция. А я-то бы, конечно, хотел, чтобы это была инволюция. Ну, один из способов проверки, что это инволюция, такой. Вот если в качестве новых D, L, Y, G, X написать вот S в эту формулу и все-все-все посчитать, то, честное слово, получите. Но есть способ попроще. Для тех, кто знает матрицы, вот я здесь переписал, честное слово, те самые формулы там были написаны, но в матричном виде обнаруживается, что матрица D штрих, Y штрих, L штрих, L штрих, минус S штрих получается из матрицы Y, D, X, минус L при помощи умножения на вот такую вот матрицу. Обратите внимание, определитель вот такой матрицы, капус 1 в квадратце, минус калмужная капуста, это единица. Поэтому определитель вот этой матрицы равен определителям этой. То есть, минус Y, минус X, D, это то же самое, что минус Y, D штрих, минус H, D штрих, Y штрих. Значит, действительно, сумма равна M. То, что инвалидция, тоже в матричном виде вполне очевидна. Смотрите сюда, наверху. Что мы делаем с вектором D, L? Умножаем на матрицу K плюс 1, K плюс 2, K плюс 1 вектор Y, X и ставим на его место. А что мы ставим на место вектора Y, X? Вот этот вектор D, L умноженный на такую матрицу. Но эта матрица обратно к этой. Значит, когда мы сделаем второй раз, то опять мы эти векторы поменяем. И здесь он был уже домножен на обратную матрицу, и мы домножим на саму. А здесь, соответственно, придет этот вектор, и проявление матрицы и обратно, это единичная матрица. Так что вот, глядя сюда, понимаем, что не изменилась сумма Д, X плюс L, Y. А, глядя вот сюда, понимаем, что не изменилась. Осталось проверить всего лишь, что Хи от D, L изменил свой знак. Что у нас вместо D теперь вот это число, вместо L вот это. Нас интересует Хи от произведения двух нечетных чисел. Давайте подумаем. Вообще-то, Хи от D, L – это же то же самое, что минус 1 в степени D минус L пополам. Если числа D и E давали один и тот же остаток при делении на 4, то тогда у нас вот эта вот разность будет делиться на 4, и здесь будет 1, и здесь будет 1. Если бы разная остатка при делении на 4, тогда и здесь будет минус 1, и здесь будет минус 1. Замечательно. Так, а теперь смотрите, какая же у нас разность вот этих чисел. Смотрите, что здесь написано. К плюс 1, Y плюс К плюс 2, X. Мы должны вычесть из этого К, Y и К плюс 1, X. Получается просто-напросто X плюс Y. Значит, для новых D и L, вот это самое Хи, Хи от D' L' это есть минус 1 в степени X плюс Y пополам. И мы сейчас с вами должны понять, что вот если бы у нас было равенство DX плюс Y равно M, где M дает остаток 2 при делении на 4, то по модулю 4 X плюс Y отличается от D минус 1. А это очевидно, потому что раз здесь 2 по модулю 4, а вы помните, D, X, L, Y нечерные числа, то возможны такие ситуации. Либо D это то же самое, что X, а L то же самое, что Y по модулю 4. Либо D это X плюс 2 по модулю 4, и L это Y плюс 2. То есть, либо пара XY по модулю 4 такая же, как пара DL, либо оба числа, надо по модулю 4 прибавить двойку. Но сумма от этого не зависит. И поэтому, если смотреть на разность D минус L на сумму X плюс Y по модулю 4, то достаточно посмотреть случай, когда X сравнимо с D и Y сравнимо с L по модулю 4. Осталось заметить, что D минус L отличается от D плюс L как раз на 2L, на число, не делящее на 4. И поэтому действительно эти числа отличаются знаками. Вот, значит, мы придумали инвалюцию, которая определена на вот в таком вот замечательном множестве и меняет знак. Значит, все слагаемые разбили на пары, которые уничтожались. Действительно, это 0, и время доказано. Давай теперь посмотрим, что мы должны сделать. Мы знаем, что количество представлений натурального числа N, дающего остаток 4 при делении на 8 в виде суммы квадратов нечетных натуральных чисел, это сумма по всем нечетным делителям этих самых делителей числа N. Теперь нужно заняться уже решениями в целых числах. Давайте, поскольку мы будем использовать это довольно долго, давайте вот эту величину обозначим A от N. Докажем подтверждение. A от 4 N это A от 2 N для любого числа N. Если N нечетное число, то A от 4 N это A от N плюс 16 сумм. Дальше придется ввести некоторый объект. Это, смотрите, решение уравнения X квадрат плюс Y квадрат плюс Z квадрат плюс D квадрат равно 2 N, где первые два числа нечетные, а последние два нечетные. Количество таких решений в целых числах обозначено S от N. Вот оказывается, если N для этого остатка 1 при делении на 4, то S от N это A от N пополам и отсюда мы с вами легко выведем, что A от 2 N это 3 А от N. Ну и совсем раздавить, что A от 2 N это 6 S от N. И тоже довольно просто, мы докажем, что если я даю остаток 3 при делении на 4, то A от 2 N это 3 А от N. То есть на самом деле для любого нечетного числа A от 2 N это 3 А от N. А дальше, вот смотрите, как закончится это все рассуждение. 3 А от N это A от 2 N. Замечательно. Но A от 2 N в самом начале я вам покажу. Это A от 4 N. А от 4 N вот такая штука. Значит, получилось, здесь A от N, здесь 3 А от N. Отлично. Значит, 2 А от N это 16 сумм делителей. Значит, A от N это 8 сумм делителей. Ну и у нас есть формула А от 2 N это тройн. А поскольку тут написано, что А от 4 N это А от 2 N, то, значит, никакая большая степень уже на количество решений не влияет. Вот такой план доказательства. видите, это уже не очень сложная возня. То есть, настоящая в этом доказательстве трудность это вот это вот лебед. А все, что я сейчас буду делать, это уже довольно простые рассуждения про уравнение х квадрату, то есть, это уже на уровне, что называется, квадрат суммы, квадрат разности. Ну, давайте. А от 4 N почему равняется А от 2 N? Если мы видим такие два уравнения, то есть замечательная формула, есть замечательное соотношение X плюс Y в квадрате плюс X минус Y в квадрате Z плюс T в квадрате и Z минус T в квадрате раскрывая скобки, обнаруживаем, что это 2 умножить на сумму квадрата. Из любого решения вот этого уравнения мы можем построить решение верхнего в какую формула? А это X плюс Y В это X минус Y С Z плюс T и D Z минус T. Заметьте, пожалуйста, если мы знаем значение A, B, C, D, то значения X, Y, Z, D, F очевидно могут подчисляться, поэтому разные решения перейдут в разные. Это инъекция, инъективное отображение разное переходит в разные. Докажем теперь, что все решения таким образом будут получены. Точно никакого. Число 4N делится на 4. При делении квадрата на 4 бывают такие остатки 0 и 1. Никакие другие остатки не бывают. Квадрат при ленинге 4. Значит, если бы у нас здесь были числа разной четности, то произошла беда. Вот представьте себе, что у нас есть два числа четные и два числа нечетные. Или одно четное число, три нечетных, тоже безобразие. Господа, числа ABCD обязательно одной и той же четности. Иначе не будет сумма квадратов 4 числа делиться на А4. А смотрите, как просто выглядят обратные формулы. Х это А плюс Б пополам. У А минус Б пополам. З С плюс Д пополам. Т С минус Д пополам. Числа ABCD все одной четности. Поэтому действительно взаимно однозначная статистка. Любая четверка чисел ABCD получается из какой-то, причем ровно из одной четверки чисел X, B, Z, T. Отлично. Мы с вами собрались с первого движения. Вот это мы уже знаем. Смотрим сюда. А от 4 N, где N нечетное число. Это совсем просто. Если у нас есть число 4N, где N нечетное, то оно дает остаток 4 при делении на гуси. Значит, либо все слагаемые четные, и это в точности соответствует вот этой ситуации, потому что когда все слагаемые четные, можно из каждого вынести двойку, поскольку там была сумма квадрата, значит выносится четверка, и получается как раз, что сумма квадрата половин это N. Столько таких решений. И еще ситуация, когда все слагаемые нечетные. А вот ровно для этого мы доказывали ту лему. Помните, там было количество представлений в виде суммы квадратов нечетных натуральных чисел. А здесь любые нечетные числа. То есть можно перед каждым нечетным числом стоять предводный знак. У нас четыре места, два в четвергой степени столько вариантов. То есть минус, плюс, минус, плюс, минус, плюс, минус. Действительно это формула тоже ну то есть фактически такие это когда все слагаемые четные, такие когда все слагаемые нечетные. отлично. Это мы тоже разобрали. Теперь давайте поймем вот совсем простое соотношение. А от двух н это 6 умножить на с от н. Смотрите что такое а от двух н? Это количество всевозможных решений такого уравнения. Когда сумма четырех квадратов равна двум н. Н ничего нечет лоба. а с от это когда мы знаем какие два нечетные а какие два четные. Замечательно. Число сочетаний из четырех по два это как раз 6. Вот если в этом месте написать не 6 а число сочетаний из четырех по два то соотношение совершенно очевидное. Потому что с от н количество решений когда мы знаем что первые два нечетные последние два черные а а это от всех решений отлично доказали вам нравится. Чуть чуть больше возни с этими двумя заметьте просто ответ получается один и тот же но чуть чуть по разному когда н дает остаток 1 и когда н дает остаток 3 на определение на 4 смотрите если число н дает остаток 1 при делении на 4 мы должны с вами объяснить почему с от н это будет а от н пополам с от н это сумма 4 квадратов равна 2 н а от н это когда сумма 4 квадратов дает остаток 1 при делении на 4 если число н дает остаток 1 при делении на 4 то это 4 квадратов 1 это а квадрат плюс b квадрат плюс t квадрат смотрите ровно одно из этих чисел должно давать остаток 1 потому что по-другому просто 1 по-моему 4 не получше и мы можем считать что это первое число а а все остальные четные bcd четные но конечно тогда придется количество вариантов умножить на 4 потому что на самом деле нечетным могло быть любое из 4 замечательно и вот теперь когда мы уже знаем что число а нечетное мы можем рассмотреть такое отображение из четверки а bcd получить новую четверку а плюс b а минус b c плюс d c минус d заметьте пожалуйста вот эти числа x y будут нечетные эти будут черные при этом разумеется сумма квадратов будет равна числу 2 то есть это как раз вот четверка чисел из того самого множества s n то есть количество этих четверок но это не любая четверка потому что x плюс y дает остаток 2 разделения на 4 когда у нас есть любые два нечетных числа то изменив знак перед одним из них мы можем получить такое условие и наоборот если назад будет меньше знак то это условие нарушится таким образом вот таких вот четверок с условием что сумма дает остаток 2 их не s n а s n пополам замечательно значит a n это 4 умножить на s n пополам то есть a n это 2 s n это красивый доказатель замечательно вот это мы уже обсуждали это мы тоже поняли таким образом для любого числа вида 4k плюс 1 мы сравниваем вот эту формула 6s от n и вот эту мы получаем что a 2n это 3a от n отлично до завершения доказательства осталось совсем чуть-чуть если число n дает остаток 3 при делении на 4 мы сейчас должны между собой сравнить две величины a от 2 n и a от n смотрим если n равно 4k плюс 3 это сумма квадратов то обязательно один из этих квадратов четный а 3 не четных ну например пусть d не четный a b c не четное тогда конечно a t это 4 умножить на количество вот таких вот четвертых потому что мы можем любое из четырех мест выбрать для четного числа рассмотрим отображение много раз уже написанное смотрите здесь у нас будут x y четные числа z и t будут нечетные и не просто нечетные а их разность равна 2d то есть делится на 4 заметьте поменяв знак числа мы конечно не поменяем сумму квадратов но при этом изменим вот это сравнение оно перестанет заполняться и назад поменяв оно наоборот опять будет заполняться таким образом a t это 4 умножить на количество вот таких вот четверок которое равно но половине потому что это условие и группы на любви не было и таких что формул от количества таких четверок что их сумма квадратов равна 2n и при этом последние 2 они черные то есть формул а t это 4 умножить на одну вторую умножить на одну шестую потому что два места из четырех можно выбрать шестью способами умножить на а 2n ну как раз 4 двенадцатых это 1 треть значит а 2n это 3а смотрите мы разобрали этот случай и этот то есть мы знаем что для любого нечетного числа а от 2n это 3а от n и значит 3а от n это для нечетного числа это а от 2n то есть а от 4n это мы здесь делали а от 4n это а от n с 16 сумм поделителем значит а от n переносим в другую часть на 2 делим получаем что а от n нечетного числа это 8 сумм делителей а от 2n ну и от любой большей степени вот из-за этого у нас будет соответственно в 3 раза больше как здесь написано то есть будет не 8 а 24 все теорема яблоказана